Подъем затонувших объектов в акваториях Приморья продолжится. В этом году планируется достать 8 судов. Сейчас идет отбор организаций для осуществления этой работы. На эти цели из бюджета Приморья предусмотрено почти 96 миллионов рублей, которые компенсируются частично за счет продажи поднятого металлолома и средств федерального бюджета. В этом году поднимать суда будут в бухтах Владивостока, Хасанского округа и Находки. Подъем – очень сложный процесс. Здесь используются разные способы, начиная от тяжелой техники до специального оборудования и технологий. Для продолжения очистки приморских акваторий от металлолома предложено определить единого оператора. А фронт работы в крае большой. В общей сложности в акваториях покоится до 80 различных объектов. Но в первую очередь убираются те, которые представляют угрозу для судоходства. Нам предстоит поднять затонувшие объекты не только в акватории острова Русский, Попово, Реники или Хасанском районе. Но в бухте Золотой Рог, Диамид, Улис, заливе Стрелок. Порт Владивосток на самом деле имеет богатую историю затонувших объектов, включая Клавдок 429 проекта в бухте Диамид, затонувший буксир у причала 2А вблизи морского вокзала, затонувшее судно Катамаран Инфинити у 36-го причала. У нас красивая набежность Сесаревича, но там лежат затонувшие объекты Министерства обороны. Если мы пойдем дальше к речке объяснений, то увидим целый набор затонувших катеров, маломерных судов вместе с этим снарядом большого водоизмещения.